Ведь это именно питомник. Здесь животные размножаются. Это не для посетителей. И именно из-за таких вот решеток и сеток снимать животных здесь гораздо труднее, чем в зоопарке. Но зато самим животным жить внутри гораздо спокойнее. И здесь из года в год уже многие годы появляется у животных потомство. Посетители зоопарка всегда любят посмотреть животных в просторных вольерах, на каких-нибудь красивых декорациях. А животным? Им нужно совсем другое. Им нужен покой, тишина, уверенность, что их никто не побеспокоит. И поэтому клетки леопардов в Волоколамском питомнике закрыты вот такими вот сплошными щитами. Леопарды здесь необыкновенные, а очень и очень редкие. Это дальневосточные леопарды. Редчайший вид в природе. Их осталось на воле не более 20 экземпляров. И еще около 11 живет в зоопарках, в разных зоопарках мира. Ну, 11 – это те, которые чистокровные. А те, которые смешаны с другими подвидами леопардов, они имеют меньшую ценность. Для того, чтобы их разводить и чтобы сохранить этот столь малочисленный вид, нужны усилия ученых очень многих специальностей. Но, конечно, в первую очередь генетиков. Они тут главные. Главные, кто говорит свое слово, кого размножать, кого не размножать. А дальше вступают в работу специалисты по здоровью животных. Ведь часто оказывается, что животное внешне здоровое, на самом деле имеет какое-то заболевание и размножаться не может. Вот в нашем зоопарке размножение рекомендовано всего двум животным, которые и будут размножаться, из пяти которых мы имеем. Одно животное, самец, уедет в Европу. Самка тоже способная к размножению. Ей сделали УЗИ, все как положено. И определили, что она вполне способна к размножению. И вот так зоопарки надеются хотя бы несколько дальневосточных леопардов сохранить на этой земле. В Волоколамском питомнике московского зоопарка живут пять дальневосточных леопардов. Вот этого я больше всего люблю. Его зовут Кристиан. Просто мой любимый леопард. Но, к сожалению, Кристиан, например, не может и не должен размножаться, потому что он не чистых кровей. Среди его предков, кроме дальневосточных леопардов, были леопарды и других подвидов. А к размножению допускаются только чистокровные кошки. Но вот эту мы застали в очень интимный момент ее жизни. Чтобы определить, кто будет и кто не будет размножаться, дальневосточных леопардов изучают, можно сказать, от кончика носа до кончика хвоста. Просто изучать их достаточно сложно. Животное очень опасное. Это не просто оскал. Это оскал одного из самых опасных при содержании в неволе животных. И поэтому перед тем, как обследовать, животное обязательно усыпляют. Совсем недавно, в мае этого года, были обследованы все леопарды волоколамского питомника. Для этого приехала целая группа врачей. Это врачи, которые работают в рамках так называемой ЕПИ – Европейской комиссии по разведению редких видов. Нужно было провести целую массу манипуляций с каждой из кошек. Нужно было обследовать мочеполовую систему с помощью УЗИ. Нужно было подлечить зубы каждой из кошек. Кроме того, безусловно, брались анализы крови. И, конечно, небольшой кусочек кожи тоже для генетического обследования. Европейская комиссия по разведению редких видов наблюдает за всеми редкими животными, содержащимися в зоопарках Европы. С помощью вот этой врачебной группы, с помощью генетических и других обследований, следит и решает за тем, кто из животных будет размножаться, кто нет. Ну, я забыла еще сказать, что у наших животных взяли еще и сперму на обследование. А здесь вы видите одного из очень моих любимых людей. Это доктор Петер Кертис. Прекрасный зубной врач, который лечит зубы у очень многих животных в очень многих зоопарках мира. После того, как операция полностью закончится, животному вводят антидот. И оно скоро встанет. А через несколько часов вообще забудет о том, что ему лечили зубы. Ну, а что происходит в природе? Там, конечно, строгие меры охраны. Но их недостаточно, потому что животные настолько тесно размножались между собой, что у них появились генетические сбои. То есть вот такие особенности генетики, при которых, когда у них рождаются детеныши, больше половины помета погибает. Поэтому без усилий зоопарков этот вид сохранить не удастся.